Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем. Если буквально месяц назад за сутки выявляли 30-40 случаев заболевания, то на сегодняшний день эти цифры увеличились вдвое. Ни для кого не секрет, что не все наши граждане до сих пор соблюдают масочный режим, соблюдают дистанцию, а многие до сих пор и не верят в существование коронавируса. Сегодня мы решили заглянуть в столичные магазины и кафе, чтобы узнать, соблюдаются ли там все санитарные нормы. Первый объект, который мы посетим – магазин «Кормилица». В продуктовом магазине «Кормилица», как всегда, много людей. Одни в масках и соблюдают дистанцию, а другие продолжают игнорировать предписания. Однако работники торгового объекта могут служить примером ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих. Стараемся соблюдать все, что нужно. Носим маски в первую очередь для покупателей, потому что мы сами не можем знать, болеем ли мы или нет. И в первую очередь заботимся и о нас, и о наших покупателях. Думаем, что… Правда, не все могут одевать покупатели маски. Но сейчас запускать их без масок мы тоже не можем. Но по мере возможности все вроде бы стараются соблюдать, все в масках. У вас же персонал, они все каждый день в масках, в перчатках. Даже если было забывает, мы сразу бежим в аптеку, покупаем. У нас все с этим строго. Антисептик мы приобрели для покупателей, чтобы они при входе сразу могли продезинфицировать свои руки, зайти в магазин уже как бы… А часто покупатели пользуются? Ну, скажу, что не очень часто. Мы стараемся им показывать, чтобы они видели, что у нас есть антисептик, чтобы они дезинфицировали руки и проходили уже в зал с чистыми руками. Далее мы направились еще в один столичный магазин «Ваниль». Первым делом мы начали искать антисептику входа. Однако нашли его только на прилавках. Продавец Джон был в маске, но без перчаток. После наших вопросов он все же надел их и продолжил свою работу. Пользуемся антисептиками, перчатками уже. Просто я как бы не одеваю иногда. Почему? Неудобно сдачу давать и все. А в маске постоянно работаете? Да. Это уже давно в масках. А вы сами руки антисептик могли бы вырвать? Да. Где антисептик? Куртки в кармане. Если в «Кормилице» и в магазине «Ваниль» нас встретили доброжелательно, то в центре города были такие магазины, которые просто закрыли перед нами дверь. Помимо магазинов мы посетили и объекты общественного питания. Продавцы кафе «Абургер» надели маски и перчатки только при виде камеры и съемочной группы. Людей в заведении было мало, а у входа, согласно предписанию, стоял антисептик. Работаем в перчатках, масках. Есть у нас антисептик. Люди некоторые тоже боятся, приходят в масках, соблюдают дистанции. Обычно людей у нас много было, но сейчас уже стало меньше в связи с этим. Рассаживаются они тоже не в кучу, как обычно, а по отдельности. Тоже боятся, не знаю, люди. Сейчас просто мы не расставили все, но соблюдаем дистанции. Далее мы посетили столовую Ацхан. И здесь антисептик стоял на своем месте. Однако работники заведения встретили нас без масок. Но через несколько минут после нашего прихода владелец заведения принес целую коробку масок и поставил у входа рядом с инфицирующим средством. Возле этой столовой есть местечко под названием «Галерея кофе». Туда мы и заглянули. Здесь нас встретила в маске продавец Стелла Цкуа. Поток, конечно, уменьшился. Люди заходят, но сказать, что они в масках все, нет. Не все без масок заходят. И не боятся. Не знаю. Антисептик у вас стоит. Антисептик я каждый раз протираю в стол. Но я тоже пользуюсь. А который приходит? Нет. Конечно, за один день очень сложно посетить все магазины и места общественного питания и проследить за тем, как соблюдаются нужные предписания. В такой непростой эпидеми-ситуации каждому гражданину необходимо понять свою меру ответственности. Только так мы можем остановить рост заболеваемости COVID-19. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.